За всю историю работы мировых судей в Благовещенске они буквально не могли найти себе места. Раньше располагались здания бывшей пятой школы на улице Ленина, потом переехали в это здание на Первомайской. Как говорят судьи, условия были не очень комфортные ни для них, ни для посетителей. И вот буквально через неделю они переедут в новое свое здание. Тесные кабинеты, очереди в коридорах. С этим ассоциировался у горожан поход к мировому судье Благовещенска. А сами судьи сетовали, не хватало места для архива. Коробки занимали подоконники, а то и целые кабинеты. Новость о том, что у них появится собственное здание по адресу Чайковского, 95-3, судьи встретили с воодушевлением. Раньше в этом здании располагался учебный корпус колледжа транспорта и строительства. После оптимизации здание передали Министерству юстиции, которое и определило его дальнейшую судьбу. Помещение отремонтировали, на это из областного бюджета выделили чуть больше 3 миллионов рублей. Теперь мировые судьи разместятся на 1700 квадратных метрах. Раньше они занимали в два раза меньше квадратов. А из-за того, что мировые судьи находились на одном этаже, посетителям было не протолкнуться. Здесь здание состоит из четырех этажей. Соответственно, люди будут распределены по зданию, по этажам, по каждому, по своим судебным участкам, куда они явились, на какой процесс, кому. Поэтому такого столповодворения людей уже не будет. И будет проще осуществлять и правосудие, и нести, так сказать, наблюдение и охрану. Мировым судьям уже подготовили кабинеты для делопроизводства, комнаты для судебных приставов, прокуроров. Весь четвертый этаж отведут под судебный архив. Теперь сотрудникам судебных участков нужно перевести больше 5000 коробок с делами. На это уйдет несколько дней. С 18 декабря начнут переселяться сами судебные участки. Переезд они планируют завершить до 25 декабря. Судьи уверены, комфортнее станет не только им, но и посетителям. Когда было там три учреждения в нашем старом здании, там охоту управления, общежития, то, ну, думаю, люди иногда затруднялись в поисках мирового суда, либо путали мировой суд с охотоправлением. Здесь, я думаю, этой проблемы не будет. Потом улица достаточно проходная, есть, в принципе, стоянка. Ну, и та последовательность расположения кабинетов, я думаю, также упростит поиск конкретного судебного участка. Мировые судьи рассматривают основную часть дел, которые поступают в суды. По статистике, только у одного мирового судьи в месяц 450 дел – уголовных, административных и гражданских. Марьяна Геворкен, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.